А важен не сам по себе гнев, а причина. Например, вы не можете сейчас что-то объяснить человеку, поэтому гневаетесь, он не понимает. Причина в этом, например. Поэтому почему вы должны контролировать гнев? Потому что он сейчас не слышит. Не потому что вы отказываетесь от этого желания, а потому что сейчас это неуместно. Сейчас рано еще это сделать. Потому что пока я сейчас должен потерпеть. Но я жду удобного момента подходящего. Таким образом вы прогрессируете. А если просто подавляете, просто, вы будете страдать. Вы должны сказать то, что думаете, обязательно. Выразить то, что у вас на сердце. Каждый человек должен иметь это возможность. Но нужно найти правильное время. И гнев означает, что не всегда это правильное время. Вот в чем ошибка. Часто люди, раз я гневаюсь, то время пришло. Нет, это может быть и не так. Поэтому тут терпение. Вот учитель, как он гневается, смотрите. Дети не понимают, не понимают. Когда моя дочь училась в школе, и математика началась. С математикой ей трудно было, как и мне в школе. Я ей пытаюсь объяснить вот эти все умножения, деления, как считается столбик и все остальное. Это я еще помню. А она не понимает. Но я уже, ну все понятно, она все равно не понимает. И у меня гнев. И что я могу сказать? Тупица. Но я понимаю, а так она обидится. Я не говорю этого. Я думаю, так как же объяснить это? Я при себя думаю, как же мне объяснить тебе, как найти слова? Я что-то неправильно говорю, непонятно говорю. И я начну продвигаться, видите? Тот же самый гнев. Видите? Но я пытаюсь нанести. То есть, таким образом, я начну продвигаться. Если я просто выражу свой гнев, все разрушится. Поэтому очень важно найти подходящее место и время и сказать вовремя, и тогда это будет очень полезно. Как правило, когда гнев охватывает человека, он не должен ничего делать. Он должен паузу держать. Как правило, для практики. Когда вы опытный, вы можете сразу действовать в гневе, знаете, что делать. Но если вы еще не опытный, если гнев еще достаточно силен, должны вы выдержать паузу определенную. Чтобы какое-то равновесие, покой, и в этом состоянии покоя найдете решение самостоятельно. Все дело только в паузе, видите? Простая вещь. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok